Москва, Питер, Осетия, Дагестан, Якутия, Калмыкия, Чечня, Краснодарский край. С каждым годом расширяется не только география участников турнира, но и их количество. На этот раз более 300 спортсменов приехали в Сочи, чтобы побороться за звание сильнейшего вольника страны в своей возрастной группе. Поддержать молодых борцов приехали их кумиры, олимпийские чемпионы разных лет. Очень хороший пример, молодец Рубин Альбертович, это очень здорово. Я думаю, что не везде могут организовать такие турниры, чтобы вот таких много детей участвовали. Это наше будущее, это завтрашние олимпийские победители, современная борьба, юношеская борьба. Это и есть фундамент нашего вида спорта. Этот зал, в котором проходят соревнования, это на самом деле родной для нас зал, потому что очень много пота пролили мы в этом зале. Мы как одна большая дружная семья, и поэтому не могли пропустить этот турнир стороной. Тем более видим сейчас, что каждым годом больше и больше ребят приезжает сюда на турнир. И очень радостно становится и приятно, что в этом крае, в Краснодарском крае этот вид спорта становится более популярным. Задача турниров на призы Рубена Татуляна – популяризация борьбы. И сегодня Сочинская федерация насчитывает полторы тысячи воспитанников. А за пять лет соревнования, которые традиционно проходят в спорткомплексе имени Александра Карелина, дали весомые результаты. Более 50 сочинских спортсменов стали членами сборной Краснодарского края, 20 в сборной ЮФО. Очень отрадно и приятно, что столько ребят, и олимпийские победители, и чемпионы мира, и чемпионы СССР, и бывшие, и действующие спортсмены приехали именно награждать, посмотреть на ребят. Это сплоченность такая борьбы, которая от одного поколения передается к другому. Конечно, ребята это все видят, и только стимул появляется. Плюс к этому очень приятно, что все победители этого турнира получают, мастера спорта. Мы добились этого права для ребят. В следующем году турнир по вольной борьбе на призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна планирует собрать 800 участников. Ну а сочинским спортсменам за высокие спортивные достижения, помимо медалей, Федерация вручает именные премии и стипендии.